И здравствуйте, с вами Дзин Закайш и вы смотрите 39 серию приключений Ресервер ЦВЛ сборки Инсфер. И смотрите, у меня пустые мои бана-бассейны. Угадайте почему. Потому что вот у меня есть, собственно, включенный лазер и моего чанк-лодера. Арк. Что называется, лишний раз нужно было проверить, все-таки доходит до суда чанк-лодер или не доходит. Так вот, до суда он не доходит. Это на самом деле весьма грустно, но есть у меня ощущение, что он в другую сторону уходит намного дальше, чем мне того бы хотелось. Поэтому давайте все-таки в этот раз я, если смогу, выброшу меня отсюда, переставлю чанк-лодер на один чанк в ту сторону. И по идее мне это должно помочь. Эй, иди сюда, мой чанк-лодер. 25-чанковый маленький, не знаю, как тебя назвать, кубичек. Вот. 25 чанков. Square. Square. Show lasers. Будем надеяться, что теперь-то все-таки моя система будет работать нормально. Да, лазеры. О, да! Ура, ура, ура. И да, спасибо вам большое за комментарии в плане того, что мой спредер не справляется с потоком маны. Но, если честно, у меня, конечно, есть еще один. Но я не знаю, хочу ли я его сейчас ставить. Возможно, потом я это сделаю. Пока что я думаю, что пусть эта штука себе спокойненько, медленно набирается, потому что у меня все-таки, ребятки, появилось желание сходить и набрать себе тотемов. Потому что, наверное, все-таки хочу я, как бы это сказать, контролируемое зачарование. Не хочу просто так надеяться на удачу. К тому же, учитывая то, как мне тико повезло с моим набором из мана стали. И, кстати, да, спасибо вам большое за подсказку, точнее, за напоминание про тряпочку, которая может стирать зачарование. Мне, на самом деле, просто эта броня будет очень скоро не нужна, поэтому я не буду с этим заморачиваться. Если вдруг у меня что-то случится с старосталью, да, я снова надеюсь, что про нее вспомнил. И большое спасибо тем, кто внимательный. Я, на самом деле, здесь начал возвращаться с плеер-интерфейсом и потом не смог понять, собственно, почему же он никак работать-то не хочет. А дело в том, что, действительно, вот это у нас с вами реквест от G6-5. Хотя, по идее, конечно, эта штука тоже должна запихивать предметы в инвентарь, но есть у меня ощущение, что она по какой-то причине этого не делает. Так что все-таки вот этот вот у нас remote order, и именно к нему нужно подсоединять наш плеер-интерфейс. Давайте прямо сейчас попробуем это сделать. А! Зачем же так? Зачем же так грубо? Сейчас он еще и соединится трубой со всеми сундуками, которые здесь рядышком стояли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ура! Я смог его достаточно бесполезненно присобачить. И, в принципе, теперь сюда можно поставить будет какой-нибудь другой сундук. Только для этого нужно будет еще вот там вот закрыть вот эту трубу. Но все-таки давайте теперь попробуем что-нибудь заказать. Без разницы чего. Я уже и книжечку, как вы помните, привязал. Так. А ты не работаешь по какой причине? Has remote pipe? Ну? Почему ты не открываешься? Что за новости? Это как так? Не понял. Вот сейчас совсем не понял. Почему ты не открываешься? Вот, блин, ребята, не было печали, это называется. Теперь еще почему-то эта фигня перестала работать. И, кстати, у нас вот эта труба почему-то стала другого цвета. Почему-то она теперь красная. Я что, пока оставил вот эту штуку, разбил какую-то систему? А-а-а! Нет? Нет. Я, видимо, где-то что-то себе успешно порушил. Потому что ни эта труба не соединенная с системой, ни эта труба не соединенная с системой. Погодите-ка, а может быть у меня какие-то проблемы с питанием? Может быть все проще? Хотя, если были бы проблемы с питанием, наверное, у меня бы не работала и вот эта труба. А здесь я вполне себе вижу всю свою сеть. Это что за глюки такие? Странные. Давайте-ка запросим три вот этих вот фильтра. No energy. Да, действительно, у нас с вами нет энергии. Куда же она вся делась? Хочу я спросить. Здесь у нас с вами энергия производилась при помощи чего? Если бы я еще вспомнил, при помощи чего она здесь производилась. Хотя, скорее всего, она производилась при помощи вот этого вот. Но здесь у нас с вами энергии очень много. Или все-таки туда энергия подавалась к какому-то другому месту. Когда несколько делаешь маленьких энергосистем, потом начинаешь путаться, собственно, откуда они должны питаться. Где-то же вот здесь у меня стоял, как вот там лишь... Пауэр-акцептор. Ну да, вот у нас здесь стоит наш пауэр-акцептор, у которого нет энергии. А вот идет труба. Понятно, это, видимо, опять глюки Thermal Expansion. Я, к сожалению, не могу найти версию Thermal Expansion, потому что следующее обновление требует уже Forge 14 какого-то там, а я все еще немножко опасаюсь переходить на Caldron от замечательного человека с ником Proc или ProcTotic, но однажды я это сделаю. Но пока что без обновления. Так, значит, мне сейчас придется все-таки разобраться, где у меня эта энергия теряется. Ладно, я, собственно, тогда давайте сейчас немножко здесь поиграю со своей энергией. После этого пойду поищу тотемы, и мы с вами увидимся. Итак, YouTube, я провел немеренное количество времени за кадром, и, собственно, это у нас следующий день на записи. Я себе скрафтил необходимые прибабахи, для чего они нужны, я вам расскажу немножко позже. Я себе скрафтил Smotic Enchantor, тоже закатал, что вас не мучает инфузией, она была, кстати, совсем нелегкая, должен я вам сказать. Ну да ладно. И я себе, естественно, нашел тотемы. Кроме того, у меня полностью набрались мои три бассейна, и я решил проверить то, что некоторые из вас мне писали, то, что дескать, ЗИК, процесс будет быстрее, но у тебя будет тратиться в три раза больше маны. Нет, ребят, это не так, потому что я только что себе скрафтил три теростали, у меня еще осталось по одному каждого ингредиента, и если мы посмотрим на бассейн, увидим, что они чуть больше, чем наполовину заполнены. И зато смотрите, какая теперь скорость у меня производства этой самой теростали. Раз, два, и три. Бабах! Бабах! Теросталь. Отлично, четыре штуки, и здесь осталось где-то, наверное, да, чуть больше, чем треть бассейна, то есть, в принципе, мне этого должно хватить еще на три слитка. Ну, ладно, в принципе, слитки мы с вами будем делать немножко позже. Давайте я вам все-таки расскажу, зачем я себе делал вот этот вот страшный SFM, да, сделал себе инвентарь менеджер, потому что я решил, что просто так поставить осмоте кончантера, это скучно, это не по-моему, поэтому я здесь себе разметил вот таким вот образом пол, и, ребята, он у меня будет убираться. Я на самом деле не знаю, о, я знаю, что я, кстати, забыл сделать, я забыл себе сделать дроубриджи. Интересно, есть ли у меня дроубриджи? Корвинушка! Вам привет от Корвина. От Корвинов, точнее, потому что второй тут еще в Майнкрафте кричит. Так, дроубриджей у меня нету. Окей, давайте, наверное, по-быстрому сейчас за кадром и сделаю, и мы с вами увидимся. Итак, что я, собственно, задумал? Как я уже говорил, мой вот этот вот энчантер будет убирающимся. Будет вполне себе такое магически-индустриальная инсталляция. Давайте поставим вот сюда вот таким вот образом дроубриджи. Кстати, мне нужен еще один дроубридж, но он у меня лежит, естественно, в системе, потому что система у меня его не видит, но я его только что видел, когда думал, куда запихнуть эти дроубриджи, потом решил, что зачем мне их, собственно, запихивать куда-то, я их лучше сейчас прямо сразу поставлю. Вот здесь у нас с вами будет шестой, и мы их будем маскировать под вот эти самые чизленные блоки редстоуна, для того, чтобы это было симпатичнее. Потому что, когда наша конструкция будет, соответственно, убрана, здесь будут такие вот красивые на полу картинки. На самом деле, почему мне вообще пришло в голову сделать такой вот осмотик энчантер, который будет куда-то убираться? Потому что я каждый раз, наверное, уже на протяжении третьего сезона, делаю осмотик энчантер, размечаю под столбы какими-то красивыми блоками место, там по центру тоже ставлю себе какой-то красивый блок, а в итоге все это дело закрывается, соответственно, блоками обсидиана, и мы с вами ничего этого не видим, вот этой красоты. А мне бы хотелось, чтобы я все-таки периодически ее наблюдал. Так, и вот здесь нам нужен еще один дроубридж, за который мне придется спуститься лично, потому что система мне его не отдаст, он у меня лежит вот здесь. Главное обычно сделать, а не адванс. На самом деле, изначально я это дело хотел сделать вообще на адвансе дроубриджах, но, к сожалению, адвансы дроубриджа не могут выставлять нитр. Поэтому пришлось воспользоваться помощью еще и SFM. Я, в принципе, это дело в сингле проверил на одном выдвигающемся дроубридже, но думаю, что проверить с остальными тоже не составит большого труда, что это такое. О, майнинвейлы у меня здесь лежат. Вот, прелестно. Так, майнинвейлы надо бы скинуть в систему, потому что мне они не нужны. Где моя сумочка? Где моя сумочка? Да, и, кстати, ребятки, на всякий случай еще раз говорю тем, кто говорит, что, зиг, ты ничего не видишь. Вы попробуйте поиграть и позаписывать одновременно. Я на вас посмотрю. И после этого обязательно выложите запись, чтобы я над вами поржал, чего вы не увидели. Ха-ха-ха. Потому что, на самом деле, когда смотришь запись, все это воспринимается немножко по-другому, нежели когда играешь. Ну да ладно, это так, лирика. Итак, здесь у нас с вами будет два тотема. Я себе сделаю систему, как обычно, из 2, 3, 4. Я, кстати, думаю, что мне хватит тотемов, потому что я вроде как рассчитывал. Она обычно... Как обычно у меня будет такой... Ну как, лесенкой, не лесенкой. Сюда еще два. Да, у меня еще даже остались эти штуки, кстати, которые мне теперь тоже совершенно не нужны. Так, и здесь у меня будет вылезать сам по себе осмотик. Кстати, вот то, что я не проверил, может ли дробридж ставить осмотик. Давайте, наверное, проверим это прямо сейчас, чтобы случайно не начать... Господи, а у меня обычного левера нету, что ли? О, ужас. Чтобы не начать, случайно делать систему, которая в итоге работать не будет, потому что если эта штука не сможет выставить мне осмотик, я, наверное, просто тоже воспользуюсь SFM для того, чтобы его сюда поставить. Хотя хотелось бы, чтобы смогла. Я забыл рецепт рычага. Дожили. Нет, нормально. Он ставится, и у него даже есть место под палочку. И, кстати, еще что я хотел одну штуку проверить. Если я сюда положу палочку и его закрою, палочка просто выпадет. Ну, в принципе, тоже неплохо. Меня это вполне себе устраивает. Так, дальше. Мне нужны штуки из библиокрафта. Из библиокрафта штуки... Вот такие вот, сорт пьерестал. Так, у меня вот на самом деле куча-куча шерсти ушло на то, чтобы себе сделать камуфляж апгрейды. Я не уверен, что у меня хоть сколько-нибудь из них осталось. Шерсть. О, осталось, отлично. Ну да, зиг слепой, как обычно. Я пропустил эту шерсть, когда делал. Ну ладно, ничего страшного. Так, и стон слэбы. Раз, два, три. Хотя стон слэбы есть здесь. Я так и знал. Иди сюда мои апгрейды. Так, ну, наверное, уж если я с собой взял три гладких камня, давайте их переделаем тоже в слэбы. Чтобы их с собой не таскать. Так, и... Пойдемте это дело поставим. Система будет активироваться при помощи двух мечей, которые нужно будет поставить в эти пьедесталы. Это тоже я решил так, что называется, извратиться. Я думаю, что первый у нас будет стоять как-нибудь еще желательно так, чтобы они проходу не сильно мешали. Наверное, вот здесь и вот здесь. Если мы с вами вставим меч вот сюда, у нас с вами выдвинутся столбы. Если мы с вами вставим меч вот сюда, у нас с вами сверху появится нитр. В принципе, почему два? Изначально я хотел сделать просто один какой-нибудь. Вообще, конечно, изначально я вообще планировал сделать рычаг, ребята. Но дело в том, что я при помощи SFM не могу рассчитать задержку. То есть мне нужно некоторое время подождать перед тем, как выставлять нитры. Нужно дождаться, чтобы все столбы выдвинулись. И, к сожалению, этого сделать на SFM нельзя, как я уже неоднократно говорил, потому что там нет таймера. Поэтому придется у нас с вами делать немножко по-другому. Итак, вот здесь у нас с вами будет выходить провод, который мне тоже надо взять. Я думаю, что провода-то у меня есть. 27 штук. Идите сюда. Один. Боже. Давайте возьмем 20. Окей. И, на самом деле, может быть, еще и фреймвайр взять. 7 штук у меня есть. Кстати, их надо бы тоже, наверное, сделать. Потому что мне бы не хотелось здесь корячить пол. А вот эти провода, насколько я помню, можно будет замаскировать крышечками. То есть, по сути, если я их поставлю, допустим, вот так. И, наверное... Как маскировать-то будем? Они, кстати, еще и не прилепляются. Интересно, могу ли я сюда прилепить провод? Могу. Отлично. Так, значит, вот это мы с вами крышечками, конечно, сделаем. Вот это я сделал неправильно, кстати. Потому что мне нужно его вести, наверное, вот таким образом. И вот таким образом дальше. И вот таким образом. Так, надо сделать вот таких штук. То есть, как-то вот так, наверное, это должно, по идее, выглядеть. Единственное, что здесь, конечно же, везде провода. Эй. Ать. 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 Так, единственное, что вот эта штука будет у нас влиять на выдвижение вот этого дроу-бриджа. Чего мне бы делать не хотелось. Значит, наверное, придется их все-таки немножко отодвинуть. Корвин. Корвин майнкрафтовский, привет. Давайте сделаем вот так. На самом деле, факелы бы тоже, конечно, по-хорошему заменить на что-нибудь. А вот эти штуки сможем, наверное, с вами поставить вот сюда. Ну, в принципе, тоже неплохо. Так, теперь, значит, вот от этой штуки нам нужно ввести первый провод. Вот таким макаром. Раз, два, три, четыре. Мне нужно еще как минимум. Так, а делаются они у нас при помощи, по-моему, таких вот палочек странных. Да, которые делаются из дерева. Угу. Давайте посмотрим, нет ли у меня таких палочек. Хотя палочек-то у меня точно нет, но, возможно, у меня есть деревянные рамки. Деревянных рамок у меня, похоже, тоже нет. Ладно, давайте спустимся на пару этажей ниже. Тут у меня нормально все с големами? Тут еще периодически вот этот големчик начал исчезать, тоже непонятно почему, который это дело собирает. Но вроде нет, вроде все нормально. Возьмем пять стаков дерева себе, а то у меня там, я смотрю, дерево заканчивается в основной системе. Дерево. А, ну не так уж и заканчивается, ну ладно. И возьмем, наверное, себе пару штук и их переделаем в палочки. Палочки, палочки, палочки. Шестнадцать штучек. Так, нет, нифига, рано. Теперь из них нужно сделать вот такие палочки. Тридцать две палочки. Хватит, не хватит, понятия не имею. Хватит, как раз четыре мне нужно было, насколько я помню. Так, может быть сразу крышечки? Таких крышечек, похоже, тоже нет. Ну ладно, тоже сделаем, благо пила у нас теперь всегда с собой. Не знаю, как так получилось, что я ее все время таскаю с собой. Ать, 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 ать. Так, и соответственно, это дело присоединить вот так и вот так, допустим. Редстон сигнал подается сюда, 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 сюда и сюда. Так, теперь мне нужен какой-нибудь меч. Допустим, мой. Вставляйся. И у нас с вами вытащились все вот эти вот замечательные наши... Как их там бишь называют? Столбы. Давайте, наверное, теперь себе сделаем крышечки. Хотя, наверное, лучше сразу сделать побольше, потому что восьми мне есть такое ощущение, что будет мало. И закроем пол. Любимое занятие. Так, только мне бы все-таки поставить это как крышечку. А то у нас вот эти вот провода можно еще и маскировать сами по себе. Сами по себе. Так, и есть у меня ощущение... Кстати, ребятки, обратите внимание, у меня перестал проседать FPS. Я не знаю, в связи с чем все-таки это связано. Может быть, что-нибудь, где-нибудь кушало память у меня на компе. Так, и учитывая то, что здесь такая красота теперь... Ну, хотя нет, смотрите-ка, получилось весьма гармонично. На самом деле, даже сам удивлен, что получилось весьма гармонично, потому что так совпало. Единственное, что я для пущей красоты поставлю еще крышечку вот здесь. Вот, теперь все вообще симметрично и весело. Забираем отсюда меч, и, соответственно, все наши столбы уходят. А, мне же еще нужно, чтобы эта штука выдвигала и вот этот пьедестал. Или все-таки его оставить на SFM. По-хорошему, надо бы его оставить на SFM для того, чтобы пока у нас сверху нитр не попал вот на эти столбы, мы не могли сюда ничего положить, потому что пока еще рано. Так что, наверное, да, наверное, вот этот меч у нас с вами готов. Теперь нужно сделать что-нибудь с этим мечом. Давайте все-таки его поставим сюда, потому что мне нужно теперь знать высоту. И, кроме того, у меня есть кайбл-кластеры, и мне нужно сделать себе 6. 3, 4, 5, 6. Замаскированных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И с блокгейтами. Шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хотя есть у меня ощущение, что на самом деле они у меня тоже уже были, когда я себе делал сферожора. Ну, ладно, были и были. Так, и теперь это дело надо попробовать поставить. Значит, нам нужен один блок для нитра, и на него нам нужно будет поставить хреньку. То есть вот сюда нам нужно поставить наш блокгейт первый. От него нам нужно будет поставить блокгейт вот сюда. Вот на это вот место. Наверное, вот так проще сделать. блокгейт, ставься. Так, вот здесь то же самое. Раз, два, три. И, соответственно, сюда гейтину. Здесь вообще то же самое. Гейтина. И теперь вот здесь осталось. Так, у меня закончились мои... А нет, есть еще какая-то кабла. И, соответственно, вот сюда последнюю надо поставить. А вот теперь закончилось. Ну, ладно, ее все равно отсюда убирать. Раз, и два. И шлеп. Так, окей. Это мои блокгейты, которые нам будут вынимать нитры. Кстати, они должны вынимать еще из какого-то сундука. Вот куда поставить сундук, я пока не очень понял. И куда самое главное поставить инвентури менеджера, я тоже пока не очень понял. Но так вообще все кажется верно. И я, похоже, сглазил FPS. Он начал падать, хотя, возможно, это из-за того, что ночь. Так. Да, действительно, 18 FPS. Как интересно. Такое ощущение, что когда приходит ночь, начинается какая-то лажа. Я тоже не исключаю, что вот там у меня, смотрите, какие-то мобы. Судя по карте. Справа, сверху. Возможно, из-за этого FPS и проседает. Но я, если честно, не знаю, что там делают эти мобы. Давайте, может быть, полетим, посмотрим. Потому что мне очень не нравится, каким образом у меня сейчас ведет себя компьютер. Мой не самый мощный, но и не самый слабенький компьютер. Не должен так себя вести. Мобы исчезли. А, нет, не исчезли. Что у вас здесь за карнавал? Ой-ой-ой, какой я молодец. Я оставил меч там. Так, в таком случае, мобов мы убивать с вами не сможем, но, возможно, сможем их обнаружить. А, вот на этом вот они. Понятно. Надо осветить, наверное, этот остров несчастный. Слаймовый. Вообще темно и нифига не видно. Вот. Не спаунитесь здесь. Вам здесь не рады. Ну так они все будут спауниться. Надеюсь, что не в таком количестве. А, тут еще и слаймы. Мои старые добрые друзья слаймы. Вот из-за кого проседает у нас FPS. Это было уже с очень давней версии Тинкерс Констракта. Такая штука. Или не Тинкерс Констракта, или Нейчер. Я не помню, кто у нас добавляет вот эти вот острова. Наверное, Тинкерс Констракта. Так, ладно. Мы с вами немножко отвлеклись. Но зато я теперь знаю, почему у меня тормозит FPS. Так, дальше. Нам нужно это дело соединить обычными кабелями, которые просто замаскированные. И, кроме того, мне еще что-то придется замаскировать. Ладно, давайте посчитаем в таком случае, чтобы не сделать лишнего. Потому что они все-таки не очень дорогие, но требуют достаточно геморрольного крафта. Так, раз, два, три блока вот сюда. Дальше четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать вроде как. Если я ничего не напутал. Давайте сделаем тринадцать. Они просто обычные адванс кабель-кластеры. Ничем, что называется, не подпертые. И нужны они исключительно для маскировки, чтобы здесь не висели никакие провода. Ну, здрасте. Ставиться будем? Вот так. Дальше. Вот так. Дальше. Вот так. И симметрично надо сделать в эту сторону. Вот. Те-те-те-те-те-те-те-те. Вот так. Вот. Ну, давай так. Блин, быстрее бы утро. Прямо хоть иди ночь пропускай. И убивай этих дурацких... Дурацких слаймов. Да. Смотрите, я что, сделал... Я сделал ровно нужное количество. У-у-у. Круто. Так. Теперь эту штуку нужно еще куда-то подсоединить. И вот это вопрос, где у меня будет стоять моя система управления. Да, вроде как здесь ничего никому не мешает. Так, систему управления можно поставить куда угодно. Давайте, допустим, ее где-нибудь вот здесь спрячем. Хотя как-то уже спрячем. У меня же вот этот блок, он, к сожалению, не маскируется. Поэтому, наверное, это не самый хороший вариант. Его нужно действительно спрятать, попробовать. Я могу его спрятать, допустим, вот сюда, под голодный сундук. По сути. И я не думаю, что он будет сильно здесь кому-то мешать. Единственное, что, конечно, мне тогда придется немножко еще разориться на кабеле. Но, ладно, я думаю, что я готов на это дело пойти. Так, наверное, в таком случае спускать эту конструкцию мы будем вот с этой стороны. Мне нужно раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь кабелей. Тоже с простым камуфляжем. Восемь. И восемь таких вот кабелей. Восемь. Так, и идти вы будете, соответственно, вот таким макаром. Ты пока уйди. Ой, я же не смогу на тебя поставить факел. Ну, ладно. Вот так кажется. А факел на них, насколько я помню, мы с вами ставить не можем, как и все остальное. На них вообще ничего нельзя ставить. Ладно, факел, значит, будет стоять вот здесь. У нас, более того, даже нет ответного факела. Поэтому, в принципе, без разницы, где бы он стоял. Так. Ой, какой я молодец. А нам же еще вот сюда нужно теперь подвезти эту штуку. И, наверное, проще всего это будет сделать... Ну, я не хочу сказать, что сверху. Хотя, может быть, и сверху. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. У меня есть шесть. Ой, аккурат, пять камуфляжей осталось. Единственное что, погодите-ка. Четыре камуфляжа, это будет провод, который будет, соответственно, это дело подводить и присоединять. Он будет идти вот отсюда. Три. Четыре. А вот здесь у нас с вами должен стоять провод с Redstone Emitter. Поэтому здесь будет трансформинг камуфляж. Здесь будет кабел-кластер. И здесь будет Redstone Emitter. И вот эта штука у нас будет стоять вот здесь. А вот здесь будет стоять просто кластер. Эй. Empty кластер. Трансформинг камуфляж-кабель. Вот таким макаром. Ух. Так. Теперь... А, какой я молодец. Еще вот сюда нужно Redstone Receiver подогнать. Все-таки не хватило мне немножко кабелей. И это немного меня... Смущает. Если я сделаю... Так, здесь у нас труба, я ничего сделать не могу, да? Нет, наверное, по-другому я это никак не проведу. Боюсь, что это единственный способ. Ух. Ладно, пойду-то сделаю себе еще кабелей. И, ребятки, я поставил эти штуки. И знаете, что самое удивительное? У меня совершенно случайно получился сундук, с которым я смогу взаимодействовать для того, чтобы вынимать нитр. И я смогу это сделать без каких-либо больших проблем. Потому что, в принципе, ну, сундук и сундук. Мне придется ставить еще один. Так. У меня как раз шесть нитра. Я помню, что я делал четыре. Потому что я ленивый и не сделал себе сразу шесть. Так. И сюда мы с вами положим эти самые нитры. Хотя один, погодите-ка, давайте пока возьмем. Для того, чтобы запрограммировать себе эту штуку. Так. Как у нас это будет работать? Я сюда подвел кластер с Redstone Receiver. Поэтому на него мы с вами и будем ориентироваться. Во-первых, я сейчас себе не буду делать камуфляж на эти штуки. Потому что сначала нужно написать алгоритм. Итак. Connection. Redstone Control. Redstone Receiver. У нас с вами один-единственный. В случае, если у него с любой стороны есть импульс. Наверное. Да он High Impulse. Да, наверное. Вот на эту штуку. Он High Pulse. Мы сделаем что? Мы с вами заберем. Нитров. В количестве 6 из Hungry Chess. Допустим, снизу. И нитр мне был нужен для того, чтобы здесь вот сделать белый список. Ища его по инвентарю. Количество. Строго 6. Не больше, не меньше. И запихивать мы с вами это дело будем в наши блок-гейты. Inventories. Select Filter. Нитр. Понятно. С фильтром нам здесь с вами ничего не получится. Придется их выбирать так. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Цель вниз. Предметы. Белый список. Потому что нам нужно, чтобы в каждый блок-гейт попал строго один нитр. По сигналу мы это, соответственно, с вами делаем. Теперь, если сигнал исчезает, мы берем в качестве инпута все наши блок-гейты снова. Ну, допустим, сверху без разницы. И белый список. Хотя, погодите, зачем белый список? Черный список. Все берем. И в качестве выхода, естественно, у нас с вами будет наш старый, добрый, голодный сундук. Очень старый, очень добрый и очень голодный. Тоже с черным списком. Это у нас будет on low pulse. То есть, когда у нас этот стон сигнал пропадает. И теперь давайте попробуем это дело проверить. Я сюда кладу шестой нитр. И мне нужен еще какой-нибудь меч. Совершенно без разницы какой. Мне нужно как-то активировать redstone сигнал. Есть ли у меня какой-нибудь меч? У меня есть кливер. Но вот я не уверен, что он влезет в эту стойку из библиокрафта. Давайте проверим заодно. Ать. Нет, он сюда не влезает. Блин, где же мне найти меч? Меч. Вот проблема-то. А, я кажется знаю, где я могу найти меч. Хотя не факт, что он там, конечно, будет. У меня же есть моя маленькая мобоферма. И в этой маленькой мобоферме есть маленькие мободропы. Но мечей здесь нету. А, ну да, логично, я ее выключу. Откуда здесь взяться мечам? Арк. О, боже. Мне придется сделать себе ванильный меч. То, что он не будет работать, мне совершенно безразлично, потому что драться я не собираюсь. О, здесь есть палочки. Меч. Бесполезный маленький железный меч. Но сейчас ты будешь вполне себе полезным. Шлеп. Вижу один. Очень интересно. Моя система поставила один нитр. Остальные пять остались здесь. Я же, кажется, просил из этого инвентаря ну, шесть. Нужно было взять шесть. А распределить их вот здесь по одному. Чего ты так странно себя ведешь? Неужели придется делать через переменные? И нитр должен был забраться и сюда уйти. Да. Так, ну этот работает. Но по какой причине они не хотят выплевываться всеми? Дайте мне секунду. Итак, YouTube. Я все-таки себе сделал for each. Потому что, видимо, по-другому это сделать никак нельзя. Теперь у меня здесь локальная переменная беленькая, которая собой представляет все вот эти блок-гейты. И локальная переменная оранжевая, которая, соответственно, будет представлять себе одну переменную, один элемент. Каким образом у меня расстроен for each. Здесь почти все то же самое. Единственное, что в качестве выхода у меня здесь назначена оранжевая переменная. И у нее точно так же стоит ограничение по количеству в один. Теперь я сюда ставлю меч. И смотрите. Та-дам! У нас везде есть нитры. Ау! Нитры. Нитры. Нитры всем. Нитры везде. И для того, чтобы это дело убрать, как раз нам уже не нужен for each. Здесь достаточно одной глобальной переменной, которая бы олицетворяла все вот эти блок-гейты. И мы с вами все забрали. Отлично. Теперь, собственно, нужно сделать следующее. Нам еще, помимо того, чтобы выставлять нитры, нужно, чтобы у нас выходил, собственно, сам столик. Это сделать достаточно несложно. Нам просто нужно сделать редстоун-эмиттер, который вот здесь, после того, как он полностью пройдет цепочку for each, выдал нам редстоун-сигнал с силой 15. Остальное я даже смотреть не буду, потому что оно все по умолчанию. И у нас с вами выйдет еще и столик. И нам нужно этот же эмиттер вот здесь вот сказать, что после того, как мы убрали все нитры, он тоже должен убраться. Поэтому здесь мы с вами выбираем этот эмиттер и говорим, что output 0. Соответственно, убираем редстоун-сигнал. Теперь мы сюда кладем меч. У нас с вами появляются нитры и вылазит столик. Убираем меч. У нас забираются нитры и уходит столик. Отлично. И теперь еще одна вещь, которую я хотел проверить. Я убираю отсюда вот этот вот меч и попытаюсь сейчас сюда поставить нитры. Нитры выпали в мир. Это тоже не совсем то, чего бы я хотел и еще не понял, где у нас редстоун-эмиттер. А, он, наверное, сработал вот здесь где-то. Да, он вот сюда нам выдал редстоун-сигнал. Поэтому у нас с вами выдвинулись и вот эти штуки тоже. Так, вот эту вот систему надо бы по-хорошему тоже продумать. Мне нужно, если бы я, собственно, ради этого сделал еще один редстоун-ресивер, для того, чтобы он следил за тем, есть ли у нас редстоун-сигнал вот в этой штуке. И только при наличии этого редстоун-сигнала он начинал бы выставлять нитры. В принципе, это даже, наверное, не очень сложно сделать. Единственное, что мне придется вот у этого ресивера еще ограничить сторону. Он должен выдавать сигнал только на север. Это где? Вот этот эмиттер. Сайдс. Уик-пауэр и только на север. И, соответственно, убирать он должен тоже только с севера. Хотя вот это, конечно, уже не так важно, но давайте уж сделаем правильно. Так, теперь у нас здесь ничего нету. Нитры. В идеале, конечно, мне бы хотелось, чтобы просто наш блок-гейт не смог поставить блок. Хотя боюсь, что он его просто выплюнуть в мир. Да, он его просто выплюнул в мир. 4, 5, 6. И столик у нас выдвинулся. Собственно, как и требовалось. Так, значит, нужно все-таки сделать еще где-то один ресивер. В принципе, я, наверное, мог бы его... Да, у нас же этот блок само будет закамуфлирован, поэтому вот эти штуки тоже придется перевести на квадратики. Для того, чтобы это дело не очень различалось по текстурам. То есть мы просто сейчас отсюда вот так вот вот это вот уберем и все это дело закроем крышечками, которых у меня, конечно же, не хватит. Но это тоже сейчас будет небольшая проблема, потому что мы их с вами сделаем. Единственное, что мне нужен еще один камуфляжный кабель и еще один продвинутый кластер. Давайте все-таки посмотрим. Мне казалось, что у меня где-то были такие штуки. Единственное, что вот я не помню, по-моему, кластеры редактировать у нас нельзя. Где у меня могут лежать кластеры? Потому что они у меня совершенно точно были в... О, Empty Cluster! 9 штук! У-ху! Одну штуку, пожалуйста. Иди сюда. Действительно, он пустой. А, это просто кейбл-кластер. Мне нужен Advanced Cable Cluster. Он делается, насколько я помню, из обычного. И инвенторий кейбл. Inventory Cable. Так, ладно, давайте за кадром сделаем. Так. Redstone Receiver. Камуфляж. И наш продвинутый кластер. Так, поставим мы его вот сюда, и он будет принимать... Да, в принципе, без разницы, откуда он будет принимать свой сигнал. Ладно, эту дырку потом закрою. Сейчас у нас, на самом деле, уже слишком много времени прошло, надо бы по-хорошему уже закругляться. Но мне нужно сделать себе еще одно условие. Вот здесь вот, по High Impulse нам нужно сделать еще и Redstone Condition. Вот это все дело надо немножко сдвинуть ниже, чтобы оно не мешалось. Как-то так. И Redstone Condition у нас с вами... Вот он. Это Redstone Emitter. Redstone Condition, вот оно. Так, если true, Redstone ноды. Так, Redstone Receiver мне нужен. Только вот какой из 4 кабеля это вот этот, видимо. Значит, тот, который дальний. Redstone Receiver, который дальний. 18 кабелей. Без разницы, с какой стороны, если сила от 1 до 15, от 15 до 15, от 15, если условие истинно, тогда мы все это дело делаем. Для вот этой штуки в принципе без разницы. По идее, этого должно хватить. Нитр есть, Redstone сигнала там нету, поэтому вставляем меч и по идее, ничего не должно произойти. Если же мы с вами вставим меч сначала сюда, там появится Redstone сигнал, то по идее, все должно случиться. Отлично. И на всякий случай еще одна штука. Если мы с вами отсюда уберем меч, не выпадет ли нитр, нитр куда-то делся. А-а-а! У-у-у! Он автоматически убрался. Если честно, я не понял, как такое случилось. Почему такое случилось? Но я бы сказал, что меня это устраивает. Вполне себе. А если мы сейчас с вами сюда поставим меч, нитры автоматически не вылезут, нужно вот этот меч передернуть. Ну, в принципе, все логично и ничего страшного в этом я не вижу. Окей, система работает на 98%. Кстати, я думаю, что она, по идее, работать-то должна, нет? Если я сюда сейчас что-нибудь положу и какой-нибудь предмет сюда положу. Ладно. Эх. А почему ты, кстати, не работаешь? Ладно, у нас здесь есть... Блин, если я уберу отсюда меч, то сейчас эта система перестанет работать успешно. Мне нужно что-нибудь, что можно зачаровать. Эту фигню можно зачаровать, интересно? Можно. Протекшн. Чаруйся. Я знаю, что это самый бесполезный энчант, но мне нужно было проверить то, что система работает. И она таки работает. Это очень круто. Раз меч. Два меч. И все чисто. Ну, за исключением вот этого вот. Собственно, это последнее, что нам нужно сделать. Нам нужно обозначить камуфляжи. Для этого делаем совершенно безумный простой триггер. Делаем ему камуфляж-апдейтер. И для всех блоков, у которых высота выше, чем 73, все вот это вот добро, мы им делаем пустые границы. Блоки. Так, высота 73. 73, 73. 74. Не нужно. 73, 75, 73. Так, 73 не надо. 76, 77. Сейчас я вам объясню, почему высота важна. Потому что нижние блоки мне нужно будет камуфлировать действительно под реальные блоки. А все то, что сверху, мне нужно, чтобы они просто исчезли. Чтобы я их не видел. Поэтому очень аккуратненько нужно расставить фильтры. 78, 73 еще один здесь взялся. Не надо нам такого. 74, 79, 78. Господи, сколько их. 78, 77, 78, 77. Кажется так. Так, вам всем надо сказать, что у вас update bounce и здесь везде будет нолик. То есть вы просто исчезнете. Режим set camouflage. Да без разницы, потому что. Дерт. Совершенно не принципиально. Соединяем эту штуку и бум. Чисто, мирно, красиво. Теперь отсоединяем этот триггер. Он нам больше здесь сейчас не нужен. Давайте проверим то, что все еще работает. Столбы. Ну, слушайте, прям потрясающе. Прямо отлично. Прямо то, что доктор прописал. Главное, чтобы отсюда никто не свиснул, как его называют. Нитр. Так, и дальше. Следующая, последняя вещь. Мне нужно, чтобы вот эти кабели, у которых позиция X нет, это не X, это позиция Z равняется 300 и 301. Они были под цвет вот таких вот кирпичей. У меня есть такие штуки. Так, позиция X. Как бы выделить, как бы снять выделение-то? Select all the select. 73 и X равняется 300 и 301. 300, 300, 300. Не вижу. 300. Высота 73. Главное не перепутать. 300. 76, 77. Кропотливое весьма занятие. Сколько у нас их вообще? Раз, два, три, четыре. Пять. Раз, два, три, четыре. Пять. А, так это все. Вот вы у нас, ребятки, будете... Не надо вам update bounce. Вам нужно set-камуфляж. Set-камуфляж вам нужно сделать в... вот эти блоки. Давайте. Input. Триггер. Бум. Так. И, собственно, оставшиеся три штуки. Единственное, что, конечно, я не смогу сказать, какие оставшиеся. Единственное, что у них у всех высота 73. Включайся. Снять все. И ищем те, которые были с высотой 73, но ниже. Их всего три штуки. Я думаю, что это тоже, в принципе, займет чуть-чуть времени. 78, 77, 75, 79, 79, 79, 76, 78, 79, 74, 73. Это два. И где-то еще один блок должен быть. 73. Готово. Три блока. У вас камуфляж будет в виде вот таких вот блоков. Они у меня тоже есть в инвентаре. Это хорошо. Точка инв. И вот такие вот блоки. Цепляйся. Бум. Все. Все камуфляжи сделаны. Этот триггер можно удалять. И этот камуфляж можно тоже удалять. Вот. Ну, теперь давайте, наверное, все-таки сюда поставим последнюю крышечку для того, чтобы финализировать этот билд. И я бы сказал, что он мне даже очень нравится. Если бы у меня еще здесь так дико не проседал FPS, мне бы он нравился еще больше. Ну, ладно. Я думаю, что я за кадром пойду и разберусь с этим островом слаймов. Ну, да. Вот так сюда мы приходим. Ничего здесь такого страшного нет. Вот сюда решили поставить меч. Ничего не случилось, как и ожидалось. Забираем отсюда меч. Ставим его в нужную штуку. Вылезли столбы. Ставим сюда второй меч. Появился нитор и столик. Отлично, ребятки. Мне очень нравится. Нам с вами действительно пришла пора прощаться. С вами был Зигзахадж. Надеюсь, что вам понравилось. Если вам нравится то, что я делаю, не забывайте то, что вы можете поддержать меня финансово. Ссылочка на патрон есть под каждым моим видео. Большое спасибо всем патронам, которые уже меня поддерживают. А мы с вами увидимся в следующий раз. До новых встреч. И счастливо!